Редакция программы «Жетокон» продолжает работать дома. Несмотря ни на что, мы по-прежнему выходим в эфир в привычное для нашей программы время ровно за три часа до окончания очередной недели. Здравствуйте! Итак, трендом этих семи дней стали, пожалуй, беспрецедентные для нашей страны, подчеркну, необходимые в условиях пандемии ограничительные меры, а главной новостью стало продление режима ЧП как минимум до конца месяца. На карантин закрыто еще больше населенных пунктов Казахстана. Жители двух крупнейших городов на востоке нашей страны, например, теперь передвигаются по городу только по пропускам, причем могут делать это не каждый день. По справкам с места работы, ну или по уважительным причинам, которых, кстати, не так уж и много, это в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами. И для того, чтобы выгулить домашнее животное, можно было выходить на улицы столицы, попасть на левый берег, который, а это, как известно, административный центр главного города страны, теперь не так-то просто. Ну и даже те, кто работает там, теперь существенно ограничивают себя сами. Заседание Совета Сотрудничества Тюркоязычных Государств, например, проходило в ограниченном составе в формате видеосвязи с другими странами. А те, кто прибыл в Аккорду для того, чтобы принять в нем непосредственное участие от нашей страны, держались друг от друга на расстоянии. Заседание было чрезвычайным, говорили о коронавирусе и о том, как консолидировать международные усилия против пандемии. Один из огромного кабинета также по видеосвязи проводил заседание правительства премьер-министра нашей страны, а первый президент Казахстана, чтобы подбодрить свой народ, написал статью, которую назвал так. Когда мы едины, мы непобедимы. Внезапно разразившаяся пандемия коронавируса в мире уже инфицировано около полутора миллионов человек, десятки тысяч скончались. Все государства объединяют свои усилия в поисках вакцины. Казахстан одним из первых включился в борьбу с пандемией. В меру своих возможностей мы поставили заслон на ее пути. Ситуация с коронавирусом взята под круглосуточный контроль. В своей статье Ельбасы напомнил о том, как с первых дней своей независимости Казахстан выстраивал миролюбивую внешнюю политику, благодаря чему теперь наедине с проблемой коронавируса наша страна точно не останется. Что же касается упавшей цены на нефть, то Казахстан успел скопить приличный запас денег в нацфонде, диверсифицировать свою экономику, построить больше тысячи конкурентоспособных предприятий, а также сеть автомобильных и железных дорог, развить свое сельское хозяйство. Этого запаса прочности, помноженного на единство народа нашей страны, вполне достаточно, чтобы преодолеть любые трудности, уверен Ельбаса. Конечно, ситуация сложилась непростая. Это несчастье, которое тяжким временем ложится на плечи всех государств мира. Но мы непременно одолеем эту беду благодаря стойкости нашего народа, его твердой волей и несокрушаемой вере в свои силы, которые всегда приходят на помощь в час суровых испытаний. Для этого у нас имеется все. Финансы, материальные ресурсы, техника, запасы, продовольствие. Поэтому нет никаких оснований впадать в растерянность и в панику. Ну а за день до того, как была опубликована эта статья, Нурсултан Назарбаев дал оценку работе Отечественного кабинета министров, лично встретившись с премьер-министром Казахстана Оскаром Мамином. Меры, своевременные принятые, они очень были важны. Они повлияли на снижение темпов распространения. Медицинские работники очень хорошо сработали. Правительство активно работает. Я это вижу. Каждый день в непростых условиях. Правоохранительные органы свою роль выполняют. Местные органы свою роль выполняют. Но сейчас надо быть особо активным и сейчас уже начинать думать, что мы будем делать после этого. Экономика снизится. Оно, наверное, будет тяжелее, чем мировой финансовый кризис 2008 года. Мы же говорили, нам надо научиться работать без сырьевых ресурсов. Вот оно сказывается. И для этого создавали фонд, для этого индустриально-инновационную программу, инфраструктурную программу. Вся эта работа дает сейчас отдачу. Вот я смотрю по данным обрабатывающую промышленность, машиностроение. Это результат проведенной работы всей. То есть продолжать надо эту работу. Не такие трудности мы переживали, начиная с 90-го года. И это преодолеем. В общем, задач много. Особое внимание первый президент Казахстана попросил уделить контролю за поставками продовольствия в населенные пункты нашей страны. Кстати, то, как снабжается продуктами питания столица, на неделе проверял глава государства. В минувший вторник Касымжамар Токаев посетил крупный транспортно-логистический центр главного города страны. И только на третий день после этого, во время пятничного заседания комиссии по чрезвычайному положению, он принял решение, исхода которого ждала вся страна. И моя коллега Елена Устимович, которая, как многие корреспонденты нашей редакции, продолжает работать дома. Да, Саша, находиться дома и работать вне офиса становится привычно. И эти навыки нам всем пригодятся еще как минимум две недели. Карантин продлили. И я думаю, что тех, кто следит за новостями и за статистикой заболеваемости коронавирусом, это не удивило. Самоизоляция дает неплохие результаты. Так что еще немного побудем дома. Откажемся от посиделок с друзьями и будем выполнять все меры безопасности, как это делают члены государственной комиссии по чрезвычайному положению. На этой неделе они вновь собрались с малым составом, сидели на безопасном расстоянии друг от друга, а Акимы областей и городов, а также руководители государственных органов и правоохранительных структур, участвовали в разговоре в режиме видеосвязи. Карантин казахстанцам дается непросто, но другого варианта пока нет. Президент еще раз напомнил о тех, кто круглосуточно стоит на передовой в борьбе с коронавирусом, заявив, что полицейские, военнослужащие и волонтеры достойны особого внимания. В отдельной поддержке нуждаются медработники. Каждый пятый из заболевших в Казахстане работал в лечебницах. Все медики, которым положены дополнительные выплаты, на время чрезвычайного положения должны получить соответствующие надбавки вовремя. Первые выплаты начались. Вместе с выплатами сразу же начались вопросы и жалобы, в том числе и в мой адрес, касательно начисленных сумм получателей и так далее. Госкомиссия должна обеспечить жесткий контроль и прозрачность доведения данных средств до получателей в кратчайшие сроки. Мы помогли тем медицинским работникам, которые непосредственно взаимодействуют с больными коронавирусом. Их около 30 тысяч. По возможности власти регионов должны материально поддерживать врачей и медсестер, а также полицейских, военнослужащих, сотрудников государственных органов первой линии, заявил президент. Наша работа по явлению очагов заражения вирусом абсолютно прозрачна. Мы ничего не скрываем. В оперативном режиме публикуем все данные. Тесно взаимодействуем с международными организациями. В предстоящий период предстоит существенно расширить масштаб тестирования, чтобы иметь полное представление о последствиях распространения коронавируса. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Это нужно в первую очередь для здоровья наших граждан. При своевременной диагностике коронавирус излечим. В дальнейших планах государства пересмотреть работу системы здравоохранения. Пока же необходимо поддержать каждого. За выплатой соцспособия уже обратились почти 3 миллиона человек. Большинство заявок, хотя и подали в электронном виде, но даже это не спасло от неразберихи, подметил президент. Он поручил правительству срочно разработать пошаговый механизм осуществления выплат, который необходимо тиражировать во всех средствах массовой информации и социальных сетях, для того, чтобы каждый нуждающийся мог, не выходя из дома, получить платежную карту и помощь от государства. Поручаю в трехдневный срок решить вопрос дистанционного получения платежных карт. Хочу подчеркнуть следующее. Граждане должны понимать, что помощь предоставляется лицам, действительно испытывающим финансовые затруднения в связи с введением чрезвычайного положения. Поэтому следует пресекать необоснованное получение данной поддержки лицами с достаточным уровнем доходов. Аферистов, непорядочных людей нужно ставить на место, подвергать общественному порицанию. С введением карантина оголилась и еще одна проблема. Дистанционное обучение школьников и студентов показало, что отечественная IT-отрасль до сих пор не отвечает предъявленным к ней требованиям. Следующий год должен пройти по знаком эффективной цифровизации государства, отметил Касымжумар Тукаев. А госпрограмму «Цифровой Казахстан» следует пересмотреть, естественно, без дополнительных финансовых затрат. Уже понятно, что системы здравоохранения, образования и науки теперь ждут радикальные реформы. А пока надо решать проблему с безработицей. На дорожную карту дополнительно направят почти триллион тенге. Акима обязаны привлекать на работу исключительно казахстанцев и закупать товары только у отечественных производителей. Я поручал принять комплексное решение по снижению коммунальных платежей для населения карантинных городов. Насколько я знаю, такого решения пока не найдено. Следует ускорить принятие соответствующих мер с упором на социально незащищенные слои населения. Неэффективного использования бюджетных средств не допустят, а контролировать цены и выявлять спекулянтов продолжат. Ведь продовольствием нужно обеспечить треть всех казахстанцев, которые остаются в изоляции. Особенно представители социально уязвимых слоев населения. Запасов продуктов достаточно. Главное, чтобы цены были доступными. Не допустить дефицита и необоснованного роста цен поручил правительство Касымжомар Токаев во время посещения одного из столичных торгово-логистических центров. Ведь с начала года цены выросли в среднем на 4%. И резкий скачок произошел за последние три недели. Установлены предельные цены на 9 категории социально значимых товаров. Приняты меры антимонопольного регулирования. 146 уведомлений. Это 9. Это значит хлеб. Что дальше? Это мука, хлеб, рожки, крупа гречневая, рис, говядина, яйца, масло, подсолнечная соль. Это по тем товарам. Здесь мы взяли критерий там, где у нас есть собственное производство. Потому что есть две грани. Если слишком низкую цену поставить, это может привести к исчезновению товаров с пола. Если поставить слишком большую цену, то это приведет к росту цен. Инфляция быстро добежит до этих показателей. Особое внимание глава государства уделил обеспечению страны мукой и хлебом. Средняя стоимость социальной буханки сейчас 82 тенге. И эта цена не должна измениться, заявил президент. А для того, чтобы сбалансировать продовольственный запас по регионам, в стране создан специальный штаб. Мы регулярно получаем информацию. Согласно этому, доставляем то, чего не хватает каждому региону. Заканчиваются запасы картофеля. Но мы договорились с Узбекистаном и Башкортостаном. Скоро начнем его импортировать. Что касается наших среднеазиатских соседних государств, то можно оказать гуманитарную помощь. Казахстан является своеобразным лидером данного региона. Лидерство ко многому обязывает. Поэтому мы должны помогать государствам, которые находятся в нужде. Особенно в данный период времени. При этом предельные цены на социально значимые товары должны выдерживаться при любых обстоятельствах, заявил президент. В госрезерве социально значимых товаров, продуктов почти на 15 миллиардов тенге. Это позволит полностью обеспечить продовольствием нашу страну. Ну, а в случае необходимости даже помочь соседям. К примеру, запасов только картофеля у нас хватит на два месяца. А там уже подоспеет и новый урожай из южных регионов. Вот такая вот ситуация, Александр. Спасибо, Лена. Напомню, на этой неделе моя коллега Елена Устимович продолжала работать дома, но при этом удерживать на контроле весь информационный поток последних дней. Тем временем на связь со мной только что вышел мой коллега Амир Саминбетов, который в эти дни тоже работает дома, но не просто дома, а в доме, который закрыли на карантин. Амир, приветствую тебя. Ты наверняка слышал, что режим чрезвычайного положения продлили до конца месяца. Здравствуйте. Да, Александр, знаю, для меня и для моих соседей эта новость, конечно, стала настоящим ударом. Если для жителей тех домов, которые на карантин не закрыты, пусть ненадолго, но все же они могут выйти на улицу. Но, к сожалению, для нас такой возможности нет. Но жаловаться на свою судьбу считаю нескромным, поэтому сегодня расскажу о том, как вся страна переносит и переживает эти нелегкие дни. Введение карантина – основная антивирусная мера в масштабах всей страны. Крупные города и целые регионы закрылись от инфекции. Ахтубе, Жамбылская, Карагандинская, Туркестанская области. Жесткие ограничительные меры введены в Усть-Каменогорске и Семее, где представители одной семьи могут выходить из дома не больше 15 раз в месяц и строго по пропускам. Существенно сокращен график движения и общественного транспорта. Это вдвое уменьшает бесполезное хождение по улицам города. Вдвое, понимаете? И это необходимый шаг, если мы хотим сберечь население, если мы хотим сгладить и уменьшить распространение коронавируса. Сгладить и уменьшить последствия кризиса поможет государство. Впрочем, те самые 42 500 тенге, на которые сегодня рассчитывают многие, получат только те, кто реально нуждается в помощи и лишился доходов. Часто встречается вопрос, если я заплачу ЕСП, этого достаточно ли, чтобы мне автоматически назначилась социальная выплата 42 500? Нет. Вы заплатите ЕСП, я вам советую на следующий день подать свое заявление через порталы. Вы соответствуете всем критериям. Мы вам назначим социальную выплату и будем ждать, когда вы нам сообщите свой банковский счет. Мы будем ждать до одного месяца с подачей вашего заявления. Впрочем, прислушались к этому совету далеко не все. Многие выстрелились в длинные очереди в банках, чтобы открыть счета. Поэтому правительству в срочном порядке следует разработать пошаговый механизм и тиражировать его во всех средствах массовой информации и социальных сетях, чтобы каждый гражданин, не выходя из дома, мог получить помощь от государства. Однако домашний режим введен не для всех. На прошлой неделе Верховный Главнокомандующий издал указ о специальных воинских сборах, на которые тут же откликнулись неравнодушные военнообязанные. Надеюсь, я буду годен к службе второй раз. Мне кажется, каждый военнослужащий, военнообязан должен всегда за свою родину, за свою страну, всегда быть ответственным. Но несмотря на то, что призыв осуществляют армейские службы, вся сотня добровольно призванных в Нарсултане резервистов будут заниматься исключительно гуманитарной миссией. Поэтому я рад, что так получилось, что нас призвали на спецсборы. Я хочу быть полезен в своей стране. Призванные резервисты будут служить по месту жительства, проводить дезинфекцию, бороться с паводками, помогать на медслужбе и патрулировать блокпосты. За это им будут платить зарплату в размере дохода, который они получали до объявления ЧП. Безработам выплатят минимальную зарплату. А после окончания сборов отдельно военнообязанные, возможно, получат новые звания. Тем же временем правительство страны приняло решение не снижать объемов строительства жилья. Сегодня в сфере строительства задействовано порядка 700 тысяч человек. В текущем году запланировано строительство 15 миллионов квадратных метров жилья. Огромная работа в этот сложный для страны период ложится на врачей, которые начали получать специальные надбавки к зарплате до 850 тысяч тенге для тех, кто работает в инфекционных больницах, где лечат зараженных коронавирусом. Первые вознаграждения получили на востоке страны. Такую поддержку со стороны государства ощутили больше 140 врачей и медсестер региона. Получили на этой неделе не только зарплату за март, но еще и надбавку – 425 тысяч тенге. Получивших надбавки к зарплате врачей Нур-Султана разместили в столичных гостиницах. Здесь их обеспечивают бесплатным питанием и транспортом. Уже вчера были перечислены деньги, которые озвучил наш президент по различным категориям. И мы как раз относимся к третьей категории. И мы выплатили людям, которые работают в очаге, а их больше 100 человек, по 212 тысяч тенге мы уже выплатили вчера. И я вам хочу сказать, люди очень довольны, потому что они понимали и понимают сейчас, что их работа по достоинству оценена. Около 30 тысяч медиков по всей стране получат надбавки к заработной плате. Все они на передовой в борьбе с опасной инфекцией. Вот только выплаты у всех разные. Зависит от группы рисков, которые работают врачи – от 212 до 850 тысяч тенге. Окончательная сумма надбавки будет зависеть от отработанного срока. Процедуры назначения премии прозрачно, уверяют в Минздраве. За март запланировано выплатить больше 5 миллиардов тенге. Согласитесь, это объективный подход, когда отработавший полный месяц врач-инфекционист получает полную сумму, а его коллега, который присоединился позже и, может быть, в этом месяце отработал всего 3-5 дней, получит надбавку пропорционально отработанному периоду. Для определения лиц, которым начисляется надбавка, руководители медицинской организации представляются в комиссию по фамильной списке. Тем временем неравнодушные казахстанцы в рамках акции «Безбергемес» помогают продуктами и лекарствами нуждающихся соотечественникам. Кормят малоимущих, перевозят волонтеров и медиков. Кто-то работает на санпостах, кто-то выполняет функции охраны общественного порядка. Есть семьи многодетные, есть, которые в чем-то нуждаются. Поэтому мы по мере своей возможности оказываем всем посильную помощь. По инзативе Ельбасы, помощь социально уязвимым слоям населения сейчас оказывает общественный фонд «Безбергемес», который уже собрал больше 13 миллиардов тенге. Мы же с вами, дорогие телезрители, тоже можем стать участниками акции «Безбергемес». Ну а тот, кто сидит дома и без крайней необходимости не выходит на улицу, хоть и пассивно, то уже в ней участвует. Амир, ну это понятно, но как ты и твои соседи переносите изоляцию? Где вы берете продукты, питание, медикаменты, какие-то товары первой необходимости? У нас налажена доставка товаров первой необходимости до дверей наших квартир. Особо экстренных проблем мы не испытываем. Если говорить о мухах заточения, то здесь гораздо все сложнее. Ну и с этим можно справиться. Ну что ж, Амир, спасибо тебе, терпение тебе, твоим соседям. Ну и всем нам скорейшей отмены карантина. Тем временем моя коллега Айгуля Монтаева все же вышла из дома на улицу. Но делая это, она, конечно же, соблюдала все меры предосторожности. И все для того, чтобы рассказать всем нам, чем вынуждены рисковать те, кто по долгу службы не имеет права и возможности работать дома. Сразу оговорюсь, что во избежание лишних контактов и передвижения наших сотрудников по улицам профессионального телеоператора на эту съемку мы отправлять не стали. Все видео, которое вы сейчас увидите, наши корреспонденты снимали самостоятельно на свои телефоны. Итак, один день в составе патрульной бригады столичной полиции. Смотрим. На часах почти 6 утра мы около здания административной полиции. Буквально через пару минут начнется развод дорожных страж порядка. Вот смотрите, за моей спиной они прямо сейчас собираются. Машины выставлены в ряд, уже заведены. В 6.30 начинается утренняя смена. Если раньше черные маски на лицах вызывали подозрения, то теперь совсем наоборот. Полицейские и во время карантина первыми подают пример санитарно-гигиенической дисциплины. Поэтому прежде всего маски, перчатки и антисептики. А уже потом табельное оружие и все остальное. Стражи порядка входят в группу тех, кто на передовом фронте борьбы с коронавирусом. А значит и в группу риска. Но если предупрежден, значит вооружен. Личная безопасность. Находиться на расстоянии более 2-3 метров от водителя. Если в докарантинное время наказывали только тех водителей, кто нарушал правила дорожного движения, то в условиях ЧП штраф может получить любой, кто без очевидной причины передвигается по дорогам города. Мы на сегодняшний день завиваем базу данных. Идет накопительная информация сейчас по базе Сергеев. В базе Сергеев вносится автомобиль, далее ИИН водителя, либо же пешехода, и маршрут следования. То есть дом работает. Дальнейшее отклонение считается нарушением карантинного режима. Помимо работы, если сотрудника не отправили на удаленку в списке разрешенных пунктов назначения, продуктовый магазин и аптека. Все остальное под запретом, который только в столице уже нарушили порядка тысячи жителей. Больше 130 из них пришлось арестовать. Люди устали. Тем не менее, режим есть режим. В основном выявляются нарушения по 476 статье административного кодекса невыполнения требований карантина. Данная статья предусматривает предупреждение в первый раз. Далее идет штраф 10 МРП и либо арест до 15 суток. В эти дни улицы столицы патрулируют больше 150 сотрудников управления административной полиции. И сельский район в зоне контроля Данияра Жамбарбекова. Здесь ему знаком каждый квадратный метр. Девятый год своей службы 32-летнему командиру взвода пришлось встречать в режиме карантина. У каждого взвода есть свои отдельные районы на улице. Они как бы там на год, допустим, блокпост, они на месте стоят. Они даже не подойдут, они просто на месте стоят, проверяют документы и вводят базу. Больше 100 тысяч жертв коронавируса по всему миру к тысячной отметке приближается количество зараженных и в Казахстане. Все это говорит о том, что быть круглосуточно на ЧКУ – это уже вынужденная мера. У нас трёхсмена работа, получается, каждую большую часть у нас меняет. Но во время режима карантина у нас получается усиленный режим работы, больше времени проводим на работе. Для купирования инфекции режима карантина – мера необходимая. Если человек, пусть даже и с подозрением на болезнь, изолирован, значит, он уже не представляет опасности для окружающих. И, похоже, жители крупных городов Казахстана уже начинают понимать, для чего их ограничивают в передвижении. Если поведение наших граждан оценивать по 10-бальной шкале, какую вы бы оценку поставили? Если оценивать по 10-бальной шкале, то я бы поставил оценку 8. В целом все граждане неплохо реагируют, понимают. Но, как говорится, в семье не без нарушителей. Приходилось ли применять силу? Да, бывают такие моменты. В основном водители в состоянии алкогольного опьянения. С такими водителями мы работаем жестко. В плане того, что выписываем протоколы, проводим через освидетельствование, мета-свидетельствование машины, вытворяем на штрафную стоянку. Часто люди напиваются во время... Нет, не часто. Пока людям настоятельно рекомендует оставаться дома, Даньяр и его коллеги по долгу службы продолжают патрулировать улицы, закрытых на карантин городов, подвергая риску себя и наставляя на истинный путь тех, кто мог бы обезопасить окружающих от инфекции, но этого не делает. Маска на же пару жены. К слову, те, кто не носит масок, полицейские пока что не наказывают, но предупреждают. А при необходимости даже выдают средства защиты. Если мы видим людей без маски, то останавливаем. Таких людей мы сразу не оформляем, предупреждаем и по возможности даем маски, выдаем маски. Сколько у вас масок? В данный момент у меня 10 штук масок. В принципе, на 10 водителей хватит. Многие радуются, что есть такие инспекторы доброжелательные. Но в данный момент надо друг друга понимать. Аман Сайянович, министр гранитатом МСМ, полукарантин в режиме, маска с ЖРГ Данмайдой. Возьми блесу, полукарантин в режиме. Восьмибальная оценка поведения жителей главного города страны от капитана полиции подтвердилась во время этого рейда. Причину своего выхода на улицу смог объяснить каждый, кого пришлось проверять. В своей собственной гигиене отец троих детей тоже относится крайне ответственно. Я сам после рабочего дня снимаю все маски, одеваю все новое перед тем, как зайти домой, пользуюсь антисептиком. В целях безопасности знакомство с семьей Даньяра отложено на лучшие времена. Да и старшим дочерям, судя по видео, которое нам отправила супруга капитана, сейчас не до гостей. Девочки погружены в онлайн-учебу. Восемь часов карантинной смены подошли к концу. Даньяр торопится домой, к жене и детям. Осталось только сдать оружие. После сегодняшнего рейда я успела забежать в магазин и купить молока. В условиях карантина также не запрещено посещать аптеки, выбрасывать мусор и выгуливать собаку максимально в ближайшем расстоянии от дома. Впрочем, отдельным гражданам все же приходится покидать зону безопасности по зову службы. Но и их движение под строгим контролем. Например, нам, сотрудникам СМИ, разрешено перемещаться по столице только при наличии справки с места работы и служебного удостоверения. Вот такого. Айгуля Монтаева, Айдос Сирик Болулу, ЖТКН И последнее на сегодня. В минувший четверг Касымжо Марту Токаеву позвонил президент Таджикистана. Эмамали Рахмон поблагодарил за оказанную таджикскому народу гуманитарную помощь и за содействие возвращения на родину граждан своей страны. Официальный сайт Аккорды сообщает, что главы двух государств подробно обсудили развивающуюся как в регионе Центральной Азии, так и в мире ситуацию. О координации международных усилий в борьбе с коронавирусом также по телефону президент Казахстана поговорил и с государственным секретарем США. Во время разговора с Майклом Помпео, глава нашего государства, выразил готовность Казахстана оказать практическое содействие и помощь странам Центральной Азии в обеспечении их эпидемиологической и продовольственной безопасности. На этом у нас все. Мы очень надеялись, что следующий выход в эфир мы будем проводить уже из настоящей студии нашей программы. Но, судя по всему, до конца месяца продолжим вещать из дома. Берегите себя и до встречи в следующее воскресенье.